Сельчане – люди терпеливые. Они стараются сами решать проблемы, будь то их личное неурядица, или же, напротив, вопрос, который касается всего села. Помощи идут просить в крайних случаях, когда, как говорится, уже ничего и никто не помогает. Поэтому на встрече жителей села Головановка с депутатом Государственной Думы Николаем Панковым были озвучены действительно серьёзные проблемы. И в первую очередь это дороги, а точнее их состояние. К примеру, улица Молодёжная, асфальтированная улица. Но покрытие здесь появилось более 30 лет назад и за это время изрядно поизносилось. Денег на нормальный ремонт, как всегда, нет. В 2017 году мы эту улицу удлинили на сколько метров? На 60 метров. Заасфальтировали до конечного дома, где живёт многодетная семья. Что касается вашей выбоины, нам хотя бы сейчас люди, где вообще не могут проходить. Вы вспомните, вы вот сидят жители, посмотрите, улица Мира, улица Рабочая. У вас выбоина там, а у них вообще нет дороги 400 метров. Зашла речь и о дорожном сообщении с городом. Ведь сейчас жители Головановки, чтобы добраться до райцентра, делают крюк в 50 километров. А если проложить дорогу напрямую, то путь будет короче в 6 раз. Сельчане, глядя на Быково-Отрокское муниципальное образование, согласны на эксперимент использования фосфогипса для удешевления ремонта и возведения дорог. Гора растёт, а тут у него никакого нет. Ничего не вредного. 14 копеек тонна стоит. Можно подушку сделать. Но вы не слушайте. Подождите. Ну а потом... Ну вы слушайте или нет? Вы что там, Жданов работает? Вы посмотрите, Ершовскую дорогу сделали из гипса, из этого гипса. А вы думаете, если бы гипс был полезный, он бы горами забесплатно лежал, что ли, ё-моё, это золото? Да нет, конечно. Пока, пока, пока. Это просто анекдот о таких дорогах. Её попробовали, я с губернатором говорил, на Ершовске, Балакова-Ершова. Да, основание крепкое, не могут найти связку, но она как гололёд разъезжается, да, её надо скрепить. Сельчане говорят, что можно продумать варианты возведения нескольких участков дорог, которые заметно облегчат жизнь в селе, сократив время на путешествие из Головановки в Балаково. Вы начните вот на таких вот коротких участках, где путь сокращается и экономика, экономика, вы же зам по экономике, экономика бьётся, где не 50 километров объезжать, а 3 там или 15. Вы начните всё-таки по экономике вот эти живые маршруты, а я считаю, что это живые маршруты, вы хотя бы начните присчитывать, просчитывать, сколько это может стоить, понимаете? Потому что может получиться вот как здравоохранение. Сейчас деньги пошли на здравоохранение, а мы ещё не знаем, сколько нам ФАПов надо, сколько денежных поликлиник и сколько амбулаторных учреждений. Много вопросов было по медицине. Не секрет, что в сёлах не хватает врачей. Например, в посёлке Николевский в медпункте пустота, только стоматолог работает. Давайте так, вот мы считаем, что он всё делает, а мы давайте прислушаемся к длению людей. Ведь вы поймите их состояние. Встать и сказать при таком большом уровне, да ещё при прокуроре, это большой поступок. А мы им говорим, он делает. Если люди говорят и жалуются, не делают, давайте просто отрегулируем. Возьмём на контроль и всё. То есть вы говорите, что он обязан это делать. Не обязан. Укол он делает в неотложном порядке. Если что-то стрясается, он как медицинский работник, то есть любой медицинский работник, быть он тот на работе, вне работы, он обязан оказать неотложную медицинскую помощь. Ещё одна проблема – отсутствие интернета, вернее, его низкая скорость. И из-за этого сельчане иногда оторваны от мира. Ни коммунальные услуги оплатить, ни пообщаться в социальных сетях. Вся надежда на реализацию программы, которая должна обеспечить сёла интернетом. Посёлок Грачи попал, как и 7 других, то есть в Палаковском районе 45 населённых пунктов, 8 таких перспективных для строительства объектов. Три года подряд 8 объектов потенциальных заявки поданы, но нас обошли опять стороной. Может быть, возможно, восстановить на вашем уровне? Возможно, на вашем, на моём. Перекидывать не будем. Давайте вместе проблему решать. Некоторые частные вопросы решались прямо на месте. К примеру, молодая мама рассказала о том, что в их доме рушится стена и течёт крыша. Ей пообещали, что вопрос постараются решить в ближайшее время. Сколько вы считали, обсчитывали? Сколько? Нет. Ну, в пределах 100 тысяч. 80 тысяч примерно? Там кроли и вот эту вот стену. Ей нужно будет разобрать всё. Ну, давайте так. Давайте я сейчас вот с депутатом областной думы тоже переговорю с ними. И после встречи заедем к вам. Ладно? Ну, посмотрят просто, что там можно. В ходе встречи представителям администрации Балаковского района и Натальинского муниципального образования были даны поручения по возможности решить проблемы сельчан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова